Кто из вас сталкивался с тем, что вы покупали парфюм 30 мл, 50 мл, 75 мл и до дна его никогда не использовали до 2500 рублей? И вы знаете, я сделала эту подборочку. Интересно вам было бы узнать, что за парфюм и за такую цену я рекомендую. Приветствую, меня зовут Валерия Нестерова и на своем канале я рассказываю о парфюмерии. Сегодня мы поговорим про парфюмы духи до 2500 рублей. Был такой запрос и не могла оставить его без внимания. Вы можете подумать, что я пользуюсь только нишей, чем-то супер дорогим от 10, 14, 20 тысяч рублей. Но это далеко не так. У меня есть ряд парфюмов, которые стоят ниже чем 2500 рублей. И здесь я вам хочу рассказать про тревел-версии, про отливанты. Это то, чем в принципе я пользуюсь и использую на каждодневной основе. Их очень удобно брать с собой в дорогу. Очень здорово, что ты можешь использовать парфюм в нужном тебе количестве. Кто из вас сталкивался с тем, что вы покупали парфюм 30 мл, 50, 75 мл и до дна его никогда не использовали? У кого было такое? Было же жалко за потраченные средства, ваши финансы. Соответственно, вот эти вот тревел-версии, миниатюрки, отливанты их еще так называют, они помогают сэкономить на покупке парфюма, приобрести его дешевле, то есть какую-то часть аромата, и использовать его по назначению. При этом вы можете не только что-то одно купить, а прямо сделать себе целую коллекцию, целый парфюмерный гардероб из тревел-миниатюр. Это крайне удобно, и это позволяет вам не зацикливаться на каком-то одном аромате, а испробовать все то многообразие, всю ту красоту ароматов, которые предлагает сейчас современный рынок парфюмерии. На чем здесь я еще хотела бы остановиться, что почему я полноразмерные флаконы стоимостью до 2,5 тысячи рублей здесь не буду рекомендовать. Просто я не пользуюсь такой парфюмерией уже давненько, и я считаю, что это будет нерелевантно рекламировать вам что-то, то, чем я не пользуюсь. Я хочу, чтобы вы выбирали качественную парфюмерию, чтобы вы научились от нее кайфовать, так как я, и использовать ее по назначению, с нужным смыслом. Тогда парфюмы действительно станут не просто неким баловством и предметом, скажем так, роскоши какой-то на вашем туалетном столике, а предметом повседневной необходимости. То есть, когда ты четко понимаешь, куда, зачем и почему ты это используешь, это и эмоции тебе доставляет. Это как с правильно выбранным гардеробом одежды. Когда у тебя есть всегда что одеть, ты всегда чувствуешь себя комфортно, статусно и не стесняешься за свой внешний вид. Вот то же самое с ароматами. Сейчас я вам про цены расскажу, за сколько что я покупала. И вот, допустим, разные форматы. Это у нас 5 мл идет. Есть флакончики, которые идут по 10 мл. Так вот, допустим, эсцентрик молекюс, пятое современное, которое только недавно вышло, ну, относительно недавно вышло на парфюмерный рынок, в плане в 2020 году. 10 мл от Ливан стоит, или тревел-версия, стоит 1600 рублей. Это хороший способ познакомиться за небольшую сумму, с новинкой парфюмерной, это нишевая парфюмерия. И плюс использовать вот такую вот тревел-миниатюрку с собой в сумочке, да, на каждый день обновлять, освежать аромат, ну, в то количество раз в день, который вам нужно. Дальше, допустим, вот я себе выписала то, что у меня есть. Это Джо Малон Нектарин Блоссом Энд Хани. А 10 мл стоит 1450 рублей, что тоже ниже 2500 рублей. И, в принципе, такой миниатюрки вам хватит на достаточно продолжительное время использования. Это 2 месяца где-то точно, если вы каждый день будете-будете использовать. Следующий аромат это, допустим, Бакара, Бакара Руж 540, да, это в объеме 5 мл, стоит подороже 1700 рублей. Да, вот с 10 мл мы не вписываемся в бюджет, а 5 мл вполне спокойно 1700 рублей. Но, в принципе, да, аромат такой статусный, для неких мероприятий подойдет, поэтому, скорее всего, у вас он будет меньше просто использоваться. Что еще? Джульетта с пистолетом тоже 10 мл, ну, типа такого объемчик, что вы понимали, будет. Он будет стоить 900 рублей. Мемо итальянская кожа, вы можете приобрести как фирменную миниатюру бренда, она будет подороже стоить 2 с чем-то 1000 рублей, может быть, 2 800, 2 900. Так и от Левант, да, перебрести. Она будет 110 мл, 1950 рублей. То есть дешевле, сэкономите здесь, можете. Что касается, допустим, Киллиан Good Girl Gun Bed, тут у меня 5 мл, а 10 мл будет стоить 1600 рублей. Соответственно, 5 мл будет 1100, где-то вот так вот примерно стоить. Цены немножко будут плавать, в зависимости от курса валют, потому что это все доллар и евро. Но в целом, вы можете, опять же говорю, с дорогим парфюмерным брендом познакомиться. Ну, вот, допустим, какой бы пример привести. Вот, у меня тут есть рядышком House of Food Keep Glazed. Он стоит где-то 14-16 тысяч рублей за 75 мл. Соответственно, 5-10 мл, они будут стоить до 2000 рублей в небольшом формате. Может быть, 10 мл чуть-чуть дороже будет стоить, но 5 точно будет до 2000 рублей. Вот, стоимость от Леванта, стоимость маленького флакончика. Это отличный шанс, да, познакомиться, посмотреть, потестить. Если вы прям поймете, что будете активно использовать парфюм, соответственно, инвестировать в покупку большой полноразмерной версии. Если понимаете, что нет, вам этого достаточно, а дальше вы захотите другой парфюм приобрести, вот, пожалуйста. Таким образом, вы можете исследовать рынок и покупать достойные, качественные продукты, но в небольшом, да, в маленьком количестве. Это очень удобно. Здесь ничего нет постыдного, неразрешенного, запрещенного какая-то, вот, нет ничего с точки зрения закона, даже если посмотреть. Поэтому вы спокойно можете всем этим пользоваться, тем, что предлагает нам современная парфюмерия, современные варианты. Я вот, допустим, про себя скажу, что я предпочитаю фирменные миниатюры бренда. Вот, они стоят дороже, чем то же самое, что взяты на распив, на отливанты, да, но мне нравятся фирменные флакончики, потому что они более изящные, их, ну, я больше удовольствия эстетического использую, когда использую что-то фирменное. Но если у бренда, извините-ка, на минуточку нету, вот этого маленького промежуточного флакончика, да, travel-версии, чтобы протестить аромата, посмотреть, допустим, house of food, если вот, ну, я купила большой, потому что у меня есть цели на него, как его использовать, а если, допустим, я не заинтересована, да, в полной версии флакончика, мне нужно немножко чуть-чуть, а этого нет, у бренда не представлены travel-миниатюры, как быть? Тогда в помощь именно идет распив парфюмерии, это вот отливанты, небольшие флакончики, благодаря которым вы можете познакомиться с ароматом, принять решение о дальнейшей покупке или принять решение двигаться дальше, да, обновлять свой парфюмерный гардероб. Мне даже это порой бывает удобнее, я лучше куплю несколько потом последовательно миниатюр, аромата какого-то бренда, чем я вложусь сразу там в покупку за 15-20 тысяч рублей большого флакончика, если я понимаю, что, ну, вот это как бы замороженные деньги будут, вот, поэтому имейте это в виду, пользуйтесь качественной парфюмерией до 2,5 тысяч рублей. Вы абсолютно спокойно можете подобрать для себя подходящий парфюм. Опять же, скажу, вот, допустим, вот этого 10 мл мема итальянской кожи, я его купила год назад, вот я столько всего использовала, понятно, что у меня в коллекции много ароматов, но представьте, насколько было бы мне обидно, если бы я купила целый флакон, и вот только там, не знаю, сколько здесь, 4-3 мл я бы всего использовала, а парфюм имеет срок годности, 3-5 лет и все, он уже будет неактуален в использовании, поэтому выбор всегда за вами, я вам показываю возможности, которыми пользуюсь я. На этом заканчиваю данное видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько оно вам понравилось, было интересным, полезным, можете также написать мне в мой инстаграм, там я больше читаю, больше принимаю активности, можете в директ, можете в комментарии под любым, особенно крайним постом написать, подпишитесь на мой канал на ютубе, на мой инстаграм, поставьте лайки, и увидимся с вами в новых видео. Пока-пока!